Рейдеры. Это слово украинцам уже стало до боли знакомым. А само рейдерство огромными темпами приобретает характер стихийного бедствия. Когда говорят об этом явлении, сразу возникают такие ассоциации. Люди с дубинками и в балаклавах, разбойное нападение, удержание территории. В народе на рейдерство говорят просто – бандитизм. На самом деле понятие рейдерства имеет британские корни. Ранее под этим словом понимали набеги морских судов, в том числе захват торговых кораблей других стран. Однако это понятие давно вошло в историю. Сейчас в Украине законодательно понятие рейдерства не закреплено. Ещё с 2007 года в Верховной Раде мёртвым грузом лежат законопроекты, которые призваны дать актуальное определение этому явлению. На сегодня рейдерство имеет огромные возможности в Украине, потому что законодательство оставляет лазейки для таких вещей. Если законодательство будет более чётко прописано, то не будет такого, что те или иные олигархи будут контролировать небольшую часть акций того или иного предприятия, но по сути диктовать все требования работы. Хотя на самом деле рейдерство – это поглощение чужого имущества в пользу другого лица. И вроде бы на законных основаниях, со всеми разрешениями и документами. Однако в Украине принято о нём говорить как о беспределе, который чаще всего имеет криминальный характер. А вы охраняете объект или какая у вас ещё задача стоит? Вы на рыбалку. На рыбалку? Да. А это рейдерство по-украински. Такие события недавно произошли в компании «Украинская национальная лотерея». В офис предприятия ворвались вооружённые люди, перекрыли вход и не пускали работников ОНЛ. Когда мы задали вопрос по поводу попасть в наш офис, сотрудники правоохранительных органов сделали все усилия, чтобы нас туда не пустить. Идёт откровенный правовой беспредел. Так кто на самом деле должен защищать простых людей, которые внезапно получают статус безработного и один на один остаются с проблемами? Дать ответ на этот вопрос довольно сложно. Когда происходит рейдерский захват, люди вызывают полицию, которая в лучшем случае составляет протокол. И всё. По сути, людей и правоохранителей сталкивают лбами. Это не может решаться с помощью полиции или силовым методом. Если человеку оказывают препятствия, он имеет право или даже больше обязан обратиться с иском о возврате имущества из чужого, незаконного владения и о устранении препятствий в пользовании имуществом. Взять это решение, пойти к государственному исполнителю, открыть исполнительное производство, а дальше исполнитель приходит вместе с полицией и уже тогда людей прогоняют с территории. О ходе событий в ситуации с Украинской национальной лотереей рассказывает гендиректор предприятия. Мы так понимаем, это чисто рейдерский захват. Подготовка, наверное, по нашей информации уже была очень давно. События потом развивались очень быстро. Новые директора, которые в кавычках, которые не являются директорами, опять же, неизвестно, кто они такие. Они не объявлялись, не появлялись, не приходили на предприятие. То есть была попытка рейдерского захвата. Хорошо, хоть мы вовремя про это узнали. Такой случай не единичный. Недавно СМИ сообщили, рейдеры появились в высших учебных заведениях Киева. Ученый совет НАУ выразил недоверие исполняющему обязанности ректора и требует защитить университет от попытки рейдерского захвата. Главная проблема в том, что персонал просто выталкивают на улицу. К тому же под пристальным наблюдением хорошо вооруженных людей. Именно так было недавно в НАУ. В результате профессорский состав остался без работы. Сейчас идёт следствие, проходят судебные слушания по делам уволенных. В большинстве случаев рейдерский захват – это личная трагедия для людей. Я остался без работы, когда находился в отпуске. Я отец-одиночка, воспитывающий несовершеннолетнюю дочь. На это также не обращали внимания. Не обратили внимания на то, что как проректор я могу быть уволен по согласованию с учёным советом и по согласованию с органами студенческого самоуправления. Свидетельство в судебных заседаниях. Некоторые из коллег выиграли суды и уже должны были восстановиться. Но рейдеры не хотят выполнять решения судов. Рейдеры не хотят выполнять решения судов. Поэтому даже если суд принимает положительное решение, человек приходит восстанавливаться на должность, а там уже, скажем, другой проректор. Опять получается замкнутый круг. Ситуация пока не имеет единого механизма решения этих проблем. Депутаты только обратились к президенту Украины. Предложили создать антирейдерский комитет, который планируют наделить особыми полномочиями. Но так проблема уже давно, и часто обычные работники не могут себя защитить. Получается, что вооружённым рейдерам помешать не может никто. А полиция, которую обычно вызывают на место происшествия, разводит руками. Правоохранители говорят, вас же не бьют, вас не убивают. Решайте проблемы в суде. А наши суды, как вы знаете, это уже половина успеха для рейдера. Полицейский, который приезжает на место, он может поступить формально. Как? Он может сказать, у кого сейчас есть право собственности на это имущество? Вот у этого человека в спортивном костюме, например, да? Значит, этот человек имеет на это право, да? С другой стороны, читая решение суда, он понимает, что это абсолютно незаконное, купленное, коррупционное решение. И оно будет, скорее всего, в последующем отменено. Но давать правовую оценку он этому не может. Они никого не вселяют, не выселяют, не говорят, заходи, не говорят, выходи. Они только фиксируют нарушение общественного порядка. А он берёт эти заявления, складывает свою папочку и уходит с ними в райотдел, где ему говорят, не лись. Спасибо.